Субтитры создавал DimaTorzok Очень здорово, что нас пригласили, очень приятно. И кажется, что это действительно будет большой проект про преемственность в музыкальной культуре Казахстана и про сестринство. Это очень важно, приятно. И, наконец, это будет на каких-то больших экранах для широкой аудитории. Спасибо большое за приглашение. Я не смогла бы стать музыкантом, если бы мной не занимались две женщины. Это моя мама и моя бабушка. Потому что мама в связи с занятостью на работе не могла водить меня по кружкам. И этим занималась бабушка. Но мама была инициатором. Бабушка сопровождала меня на концерты, переодевала. После вокала мы заходили с ней в магазин «Счастье». И за то, что я позанималась, бабушка мне покупала мои любимые Рафаэлки. И это воспоминания, которые у меня никогда не стерутся. Они всегда со мной. Я до сих пор люблю очень сильно свою бабушку. Вспоминаю. Ну, вот это вот такой круговорот, не знаю, любви, заботы, наверное, которая дарит женщины. Я считаю, что это бесценно. Рафаэлки Сол олендерді мен өзімнің сынгелдерімен бауырымды иқтатқан кезде соларыға айтып беретін. Судан басталды оленге деген мағыбатым. Казыр әртіс ретінде, менің жолымда маңық шабыт беретін, менің құрбым. Женеде мен сияқты әртіс қыздар. Себебі олардың атқаратын рөлі, менің шармашылығыма өте бір маңызды ықпалым тегізді. Мен сияқты әртіс құлы әртіс қыздар. Женеде мен сияқты қарымның ақуынам, себі менің жалғызым езіміз. Очень многое зависит от женщин в этом мире. И это не только связано с культурой, в целом с жизнью. И хотелось бы благодарить всех женщин, которые были до нас. В моем случае, наверное, музыкально на меня повлияла Аланес Марисетт. Я очень ее любила. Эта женщина, которая тоже не прогибалась под систему, делала то, что ей нравится. И в конечном итоге в одном фильме даже сыграла Бога. А это, мне кажется, очень красивая метафора. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И я думаю, что это только еще больше объединит нас, потому что объединение и вот такое творчество, это, наверное, то, что нам нужно больше всего, это поддержка друг друга. Во-первых, меня назвали Газиза в честь Газизы Жубановой. Это великий композитор, и я горда тем, что я ее знала. И, наверное, неспроста я стала музыкантом. А еще моим ориентиром является, конечно же, моя мама. Это известная поэтесса. Это человек очень такой с сильным стержнем духом. И я думаю, что многие качества я смогла перенять у нее. Вообще, когда мне предложили участие в этом проекте, я подумала, что это знаки и что это неспроста, потому что вот эту песню Ахмед Жубанов посвятил ее Фатиме Балгаевой. А Фатима Балгаева — это первая казахстанская профессиональная кобызистка, и по ее пути я сейчас иду. И я думаю, что это не случайно, что я попала в этот проект именно с кобызом, именно песня, посвященная ей. Я вообще очень верю в женскую силу. Я считаю, что такие проекты нужны. И вообще, роль женщины в обществе, она просто одна из самых главных, наверное, потому что это матери, которые воспитывают детей, будущее поколение. И я очень рада, что я принимаю участие здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Все время, как я себя помню, на разных этапах моей жизни меня сопровождали и вели так или иначе за руку женщины. Сначала это была моя мама, потом моя бабушка. Когда они были заняты, я приходила в школу, и у меня была учительница по музыке, которую звали Татьяна Борисовна. Я росла в семье с очень занятыми родителями. Это был тот человек, кто впервые подарил мне чувство того, что меня видят. И она очень сильно верила в меня. Я сейчас возвращаюсь к прошлому видео, которые у меня когда-то были, чтобы послушать. Мне интересно же, как я раньше пела, когда она мне говорила. И я поняла, что я не пела тогда хорошо. Но вот эта вот ее вера, которую она вселяла в меня, она давала мне возможность двигаться вперед, двигаться смелее, не оглядываться никуда. И реально это очень сильно на меня повлияло. В данный момент в моей музыке почти весь мой плейлист на 80-70% состоит из женщин, которые на меня повлияли. Не могу я не сказать про Бейонсе, я не могу не сказать про Фриду Калла. Все женщины, которые находятся вокруг меня, которых я слушаю. Мы сейчас сказали о женщинах, у которых есть свое какое-то огромное влияние. Но также меня вдохновляют женщины, которые окружают меня. И я хочу, в свою очередь, делать какие-то продукты для своей аудитории, женской аудитории. Для меня это очень важно, и это та причина, по которой мы тут, я тут. Отодвинулись съемку, которая на сегодня стояла, и я говорю, я хочу поучаствовать. Это первый раз, когда все женщины и женские артистки собираются ради какого-то проекта. Как я могу это пропустить? Вот. Я люблю женщин. Я очень сильно люблю. Я не припомню никакой вот, знаете, женщины, которая так повлияла на мою жизнь, но скорее их отсутствие. Я никогда не видела и не слышала о женщинах-режиссерах, о женщинах-монтажерах, операторах. То есть Казахстане — это большая редкость. И как будто бы в какой-то момент в жизни я подумала, а почему нет? Почему я не могу делать то, что делают столько парней, столько мужчин, очень успешно? Вообще нет никаких причин этого не делать. И для меня это был как будто вызов. И каждый раз, когда я боюсь что-то делать, я думаю, они же это могут. Почему я не смогу? И вот это вот как будто бы вопреки желания меня вот всегда толкает снимать, режиссировать проекты таких масштабов, наверное. Ко мне обратилась команда OU, которая изначально занималась всем этим проектом, OU Live. И они сказали, вот, есть мечта, есть цель снять такой спешл, созданный женщинами и о женщинах. То есть такого никогда не было. Я слышала, что были такие предпосылки сделать такие рекламы, социальные проекты, но OU Live никогда. И, естественно, я всеми руками и ногами согласилась и сказала, да, давайте, давайте делать это. Вот сегодня мы отсняли, наверное, первый такой проект такого масштаба, собрав всех женщин. Неважно, что они разных жанров, у них разная фан-база, аудитория. Мне кажется, очень часто нас сопоставляют друг с другом. Чтобы сформировать вот это вот сестринство, мы решили собрать в этот спешл всех, кого мы любим, слушаем и хотим видеть в этом проекте. Потому что самое важное то, что это они все вместе. Женщины играют особенную роль в моем творчестве и в жизни. Безусловно, самая первая женщина для меня – это моя мама. Она тоже творческий человек, танцовщица. И во многом она меня вдохновляет еще с детства, глядя на свою маму, артистку, вдохновляясь ее творчеством, карьерой. Я сама пришла в музыку, стала дирижером, а потом уже стала автором. И сегодня мне безумно приятно было написать хоровую аранжировку, которую исполнили такие прекрасные девушки и женщины нашей страны. Все мега прекрасно. Спасибо. Спасибо за смену. Жанна, как тебе смена? Мне смена очень сильно понравилась. Мы страшно все волновались. Это было нелегко собрать таких артистов вместе в такую классную локацию, с такой классной командой. Спасибо большое за это Юровизийскому банку, за то, что этот день случился. Сегодня я на смене работаю в роли художницы-постановщицы. Я отвечаю за декорации и помогаю режиссеру и оператору расставлять кадры. Мы очень долго искали локацию, мы очень долго искали песню, мы очень долго собирали всех-всех-всех артисток. Каждый раз концепция пространства, которую мы придумали для того, чтобы певицы пели, она менялась. Начинает с огромного дерева в белой комнате до какой-то невероятно сложной винтовой лестницы. И в итоге мы создали в очень короткие сроки простой сет. Ну, то есть это просто платформы, маленькие ступеньки. Я рада, что простая декорация помогла героиням и режиссеру, и оператору расставить певиц в разные красивые композиции. И в итоге на общем плане они стоят все вместе и напоминают немножко восьмерку, бесконечность. И вот эту вот женскую силу, где, не знаю, все объединяются. И мне понравилось, что идея простая, но она хорошо сработала для этого проекта. Возможно, если бы я замудрила и действительно построила там винтовую лестницу или какую-то замудренную декорацию, она бы забрала на себя внимание. А тут это, она была какой-то поддержкой для героинь. Вот. И я рада, что все получилось.